Магистратура На самом деле, понятие магистратура имеет давнюю историю и в России. История магистратуры уходит своими корнями достаточно глубоко. Первая магистратура появилась еще в самом начале 19 века при университетах, которые были в это время в России. Вплоть до революции российские университеты выпускали кандидатов, магистров и докторов наук. В 1918 году были отменены вообще все ученые степени. Лишь в конце 20 века образовательная система России обратилась к собственному историческому опыту, а также к опыту зарубежных стран и решила возродить систему многоуровневого профессионального высшего образования. В 21 веке магистратура и бакалавриат стали неотъемлемой частью образовательного процесса. Магистратура в целом – это, конечно же, уникальная возможность для выпускников и бакалавриата, и сегодня пока еще специалитета, выйти на совершенно новый, более высокий уровень профессиональной компетентности. Основная задача магистратуры – подготовить профессионалов для успешной карьеры в российских организациях, фирмах, компаниях, которые могли бы быть востребованы и за рубежом. Магистры должны быть подготовлены к решению профессиональных задач в основной деятельности, а также владеть навыками аналитической, консультационной, исследовательской и организационной деятельности. Переход на систему обучения бакалавриат-магистратура дает возможность образовательным программам российских вузов быть сопоставимыми с образовательными стандартами европейских стран и содействует мобильностью студентов в процессе учебы и в их дальнейшем трудоустройстве. Для этого необходимо, чтобы уровни высшего образования в России и европейских странах были максимально сходными, а выдаваемые по результатам обучения дипломы с квалификацией бакалавры или магистр легко сопоставимыми. Не каждый российский университет сегодня имеет магистратуру. Для того, чтобы вуз мог вести обучение по магистрским программам, должны быть разработаны образовательные программы, учебные планы, подобран высококвалифицированный преподавательский состав. По каждому направлению подготовки у нас имеется лицензия. Для лицензирования мы должны были обеспечить достаточно высокий уровень кадрового потенциала по этому направлению подготовки, материально-техническую базу, библиотечные ресурсы. Все это у нас есть в достаточном количестве. Северный Арктический Федеральный Университет соблюдает все необходимые требования для реализации образовательных программ магистратуры по 65 направлениям очной и заочной форм обучения. У нас в перечне магистрских программ есть и достаточно традиционные программы, которые, возможно, аналогичны программам, предлагаемым другими вузами, но и достаточно большое количество именно уникальных программ, которые предлагаются только в нашем университете. Раньше абитуриент поступал в институт и учился в течение 5-6 лет и получал диплом специалиста. В настоящее время в системе обучения бакалавриат-магистратура абитуриент поступает не на специальность, а на направление подготовки. Обучается 4 года и получает диплом бакалавра. После этого у него есть выбор. Можно начать работать, можно продолжить обучение в магистратуре. Причем продолжить обучение в магистратуре можно сразу после окончания бакалавриата, а можно и позже, спустя несколько лет. Магистратура рассматривается в формуле 2 плюс 2 плюс 2. 2 – это базовый бакалавриат, следующее 2 – это профилизация на уровне бакалавриата, приобретение широкого профиля в профессиональной деятельности и 2 года обучения в магистратуре – это уже специализация. Обучение в магистратуре Северного Арктического Федерального Университета соответствует стандартам подготовки, прописанным Министерством образования. По очной форме – это 2 года обучения, по заочной – 2 года 6 месяцев. Обучение в магистратуре проходит по индивидуальному графику освоения дисциплин, разработанному специально для студента. Магистратура позволяет работать и совмещать с работой, потому что занятия у нас 3 раза в неделю, время изначально как-то с нами было согласовано с магистрантами, вечернее время это идет, и в общем-то дистанционно можно все задания отправлять педагогу, если ты не смог принять участие, непосредственно быть на занятии. Кроме свободного индивидуального графика обучения, высокой квалификации преподавательского состава, магистратура имеет и ряд других преимуществ. Магистратура дает возможность углубить знания по своей базовой специальности или получить дополнительную специализацию в смешанных областях знаний. Получение степени магистра открывает значительно более широкие возможности для трудоустройства и повышения уровня заработной платы. Навыки написания магистрской диссертации и владения методами научного исследования могут быть с успехом использованы при подготовке к кандидатской диссертации. Диплом магистра может иметь европейское приложение, признаваемое как в России, так и в европейских странах. Это очень важно для успешной карьеры, оценки собственных способностей и перспектив. Магистранты получают возможность совершенствовать свои навыки иностранного языка, поэтому расширяются возможности участия в международных проектах и стажировках. У магистрантов есть возможность подготовиться к профессиональным международным экзаменам по иностранному языку и получить соответствующий сертификат, признаваемый бизнес-сообществом. Юношам, поступившим в магистратуру научную форму обучения, после окончания бакалавриата предоставляется отсрочка от армии на период обучения. В образовательном процессе преподаватели САФУ имеют возможность использовать новейшие технологии и методы обучения. Иногородним предоставляется общежитие. Магистранты, обучающиеся по очной форме, имеют право на получение стипендии. Стипендия для хоро-шистов и для тех, кто сдал сессию на отлично. То есть разные уровни стипендий. Существуют разные поощрения. Если человек участвовал в каких-то научных конференциях, писал научные статьи, принимал участие в общественной деятельности, то это все тоже поощряется. Кроме получения знаний, магистран должен активно заниматься исследованиями и наукой. Работа над магистрским исследованием начинается с первого курса. И в течение всего срока обучения студенты активно взаимодействуют с научным руководителем. Взаимодействие преподавателя и студента в магистратуре носит ярко выраженный индивидуальный характер. Сегодня магистрант – это в первую очередь человек, который занимает активную жизненную позицию. Это человек, который активно занимается научно-исследовательской работой. Магистратура создает основу для дальнейшего обучения в аспирантуре. Некоторые вузы могут засчитывать магистрские выпускные экзамены в качестве вступительных в аспирантуру. Работа над магистрской диссертацией может служить основой для научного исследования будущей кандидатской диссертации. Это первый шаг на пути в науку. Это возможность поступить в аспирантуру, уже имея какой-то хороший контекст, какой-то хороший бэкграунд. Когда есть опыт исследований, есть опыт ощущения себя как достаточно зрелой личности. Другим несомненным преимуществом магистрских программ является приобретение студентами профессиональных компетенций и навыков, наиболее востребованных современными работодателями. Самое-то главное. И нашим абитуриентам, и родителям надо продумывать. А что я хочу получить? Зачем я иду в университет? Вот не просто получить диплом. Да, конечно, это престижный диплом, он там открывает дороги. Но за дипломом-то должно стоять. У меня будет вот такая база знаний. Я буду знать это. Я буду иметь возможность стремиться куда-то дальше и дальше. Целью обучения в магистратуре является не только получение глубоких профессиональных знаний, исследовательских навыков, но и развитие у студента качества, необходимых выпускнику, конкурентоспособному на рынке труда. Самостоятельность мышления, организационную способность и творческий подход к решению задач, коммуникабельность и способность осуществлять профессиональное самообразование. В основном наша образовательная деятельность должна быть направлена на формирование личности. То есть мы, магистры, должны быть личностями в первую очередь. То есть личности – это те люди, которые знают свои плюсы и минусы, свои слабые и сильные стороны, люди, которые могут задавать вопросы, слушать умеют. Ну и хороший специалист своего дела. Владимир окончил бакалавриат в Университете Украины, а затем выбрал САФУ в качестве базы для получения магистрского образования. Ну САФУ выбрал, потому что все перспективы развития у нас здесь. Претендовать на обучение по магистрским программам в Северном Арктическом Федеральном Университете могут люди, которые уже имеют диплом о высшем образовании, уровне бакалавра, специалиста или магистром. При этом направление первоначально полученного образования для поступления в магистратуру не всегда имеет значение. Обучение в магистратуре возможно как на бюджетных местах, так и на договорной основе. Конкурс в магистратуру общий для всех, конечно же, для жителей нашего региона, для жителей других областей. Количество бюджетных мест определяется Министерством образования. Но помимо бюджетных мест, конечно же, есть возможность обучаться и по договору с полной компенсацией затрат на обучение. Стоимость обучения в магистратуре тоже устанавливается в соответствии с рекомендациями Министерства. Но она достаточно невысокая, в районе 70 тысяч рублей по очной форме обучения. Прием в магистратуру осуществляется на основе конкурса «Портфолио». То есть пакет документов, который обязательно включает в себя диплом специалиста, бакалавра или магистра, CV или резюме, мотивационное письмо, а также учитывается оценка в дипломе по иностранному языку. В каких-то портфолио наравне с критерием профильного диплома и оценками средним баллом по диплому очень серьезно учитываются и, например, научные достижения студентов, участие в конференциях, наличие публикаций, знания иностранного языка, участие в международных стажировках. Диплом магистра позволяет получить углубленные теоретические и практические знания в выбранной предметной области, фундаментальную научную подготовку, признается в большинстве стран мира и дает возможность перевода из вуза в вуз, а также принимается российскими и зарубежными работодателями. Конечно, это большой опыт стажировок, обмена опытом, общение среди людей, которые целью ставят не просто получение образования для галочки, которые осознанно выбрали путь активного интеллектуального развития и преобразования. Опыт подготовки специалистов в магистратуре России становится все более востребованным. Северно-Арктический федеральный университет имеет возможность предоставить такой уровень образования благодаря высокому профессионализму профессорско-преподавательского состава, хорошей материальной базе, в том числе имеющей инновационные технологии, заинтересованности большого числа потенциальных работодателей, с которыми вуз имеет соглашение, возможностью приглашать для чтения лекций специалистов других вузов, в том числе и зарубежных, более чем на 20-летнему опыту работы в структуре бакалавриат-магистратура. И особо подчеркнем наш статус. Это федеральный университет, каковых в России всего 9.